А спонсором сегодняшнего ролика является компания BoostMMR.ru Ребята уже зарекомендовали себя на рынке как надежный и максимально клиентоориентированный сервис. Главное преимущество BoostMMR перед конкурентами это поддержка на протяжении всего заказа, скорость выполнения и детальный мониторинг всего буста. В одном из последних обновлений сайта был переделан калькулятор цен. Теперь оформить заказ стало еще проще и удобнее. Ссылка на их сайт в описании, вам же приятного просмотра ролика. BoostMMR.ru Привет ребят, сейчас немножко нестандартное начало. Я открою игру еще даже до стадии пика, я ее запишу вообще во время поиска игры, потому что есть что сказать, и нужно что вспомнить. Сегодня я читал комментарии под некрофосом, там было сделано две вещи, на которые хотелось бы немножко обратить внимание, но тратить на это время во время игры не хочется. Во-первых, первое, что нужно сказать, это превью. Сейчас превью делает моя подруга, и если у вас есть какие-то вопросы или пожелания, лучше пишите конкретно, что вам не нравится, что вы хотите лучше, потому что я иногда вижу вопросы, но люди не пишут, они пишут просто в другом стиле. Мой превьюшник мне сейчас не особо нравится, и тут немножко, попрямо сказать, подскатился, на мой взгляд, и я учу свою подругу делать. Поэтому если вдруг у вас есть какие-то варианты, как улучшить превью, можете лучше написать, вместо того, чтобы просто писать, что не нравится, скажите, что нравится больше. И второе, просили записывать видосы на рейтинге повыше, то есть пишут, что чел дословно сейчас, я не могу это зачитать, потому что придется и видос открывать долго, это не хочу тратить на это время. Я примерно не дословно, я вот, ну, примерно расскажу. Человек говорит, что я с вами 4К могу так же, как и ты, зайти на 1, 2, 3К и уничтожить. Возможно, ты можешь, но можешь ли ты так же говорить, во-первых, и во-вторых, ты не видишь следствия. Ребята, я купил аккаунт, но и не левел. Это не реклама, просто сейчас буст ММР, как бы, стоило, наверное, у них покупать. Я купил аккаунт, я купил его, когда на нем было 1800 ММР. Я купил еще до выхода основы и поддержки рейтинга. У меня была такая мысль, я сейчас с отличной статой, там, где-нибудь, знаете, там, 1000 побед и 1200 матчей создаю аккаунт, то есть я играю на нем. Мапаю на нем, там, 4, 5, 6, может быть, даже 7000 ММР. И потом либо разыгрываю, либо продаю кому-то из подписчиков. Скорее всего, разыграю этот аккаунт. И я купил аккаунт для записи, чтобы я мог стабильно на нем поднимать, чтобы вы видели, как растет на нем ММР, чтобы вы следили за тем, как растет рейтинг, чтобы была видна вот эта тенденция увеличения уровня игры. Потому что по мере сложности рейтинга, то есть, там, 2, 3, 4, 5, 6К, я буду менять героев на более своих, на более сигнатурных. То есть, если сейчас я могу записать любого героя на ФП, потому что сейчас ищется игра, я ищу роль оффлейнера, я буду играть на Пангалере, у меня есть прям хорошее желание на нем поиграть, прям, ну, я хочу его показать, как он играется, то в будущем мне будет тяжелее это сделать, потому что большинство героев, которых я записываю, требует практики. К примеру, на Титане на Мэйне я смогу сыграть, на Лизаже на Мэйне я смогу сыграть, на Зевсея я смогу сыграть, на каком-нибудь Агре я смогу, на Ишспирите смогу, на Чене смогу, на Арке, скорее всего, смогу, на Томпларке более-менее умею, на Нейлокере, на Четверке тоже есть шанс, но так себе, на Текезе смогу. Но, к примеру, если мне дать в руки какого-то Алхимика или Некра, ну, я, очевидно, буду на нем теряться, потому что некоторые вещи ты узнаешь именно с попаданием на этот рейтинг. Я показываю основы. Суть моего канала заключается в том, чтобы показать новичку, как делать тот или иной мув, имея какой-то определенный рейтинг. То есть я тебе покажу основы, как делать мувы на героя, как фармить правильно, какая раскачка, какие таланты, а там уже ты сам подстраиваешься под свой рейтинг и начинаешь это использовать. Мои видосы, как я считаю, хорошо работают для тех, кто долго не играл, возвращаются, вбивают, как играть на каком-то герое, попадают на этот видос, и они узнают примерно там на 2-5к играх, как им продолжить играть. Даже если у него 6к, он поймет, что ему покупать. Да, игры зачастую не показательные, потому что они бывают очень легкие, но моя задача с Аппатимомер на этом аккаунте, как вы можете заметить по этой страничке, тут сейчас страница зеленая, она обычно зеленая. Редко бывает такое, что она не зеленая. В основном тут все игры зеленые, я просто максимально быстро качаю аккаунт. А там мне просто надоедает играть долго, я беру просто типа играть в чена, бруду, вот тут я помню, брал, бруду по 20 минут. Видите, игры просто по 20 минут? Вот 26, 28, 22, 23, 20. Кстати, проиграл на тинкере, я помню эту игру, как сейчас, я ее записывал, потом просто отключил запись, чтобы запотеть, и все равно проиграл. Вот, думаю, если игра была бы на канале, она много собрала бы, ну, что уже так, ну, типа, у меня очень много было, я очень хорошо все делал. Я умер, бэбэкнулся, умер, и игра упала. Вроде так было, ну, насколько я помню, сейчас посмотрим. Вот я играю, вот, я играю, умер, бэбэкнулся, умер, и мне снесли трон, да. Это была моя вина, я там подставился под хекс чей-то, не мипа вроде, а арквард, не хекс, а арчит, да, арчит. В общем, так, ребят, сейчас я скипну, скорее всего, на монтажике момент поиска, и уже в игре возьму пангалера, и, скорее всего, я запишу пангалера оффлейнового, и потом, через некоторое время еще выйдет пангалера медовая, что тоже довольно-таки приятно. Все, увидимся на стадии, наверное, уже пика. Ну, вообще, мне на пике не будет, не о чем говорить, поэтому я, скорее всего, продолжу на стадии начала игры. Да, еще забыл напомнить, сказать о том, что этот аккаунт, опять же, почему мне не выгодно сходить на хайммр сейчас? Потому что я купил этот аккаунт, я хочу его апать, и если я буду не играть на нем, буду бустить и т.д, то я как минимум буду посуществлять. я не бушит аккаунт, это мой смуров. И некомфортно, что мне говорят, что ты должен играть на рейтинге выше. Ребят, я апно рейтинг выше, и вы будете видеть на рейтинге выше. Все, я сейчас беру пангалера и едем кататься. Поехали. На самом деле, пока вот пик, я думаю, можно о нем рассказать некоторые вещи. Во-первых, чем хорош пангалер? Тема, что он великолепно лайнит. Что бы там люди не говорили на счет пангалера, типа там, его там понерфили, все такое. Он еще круто лайнит. У него есть куча возможностей. У него есть возможность пулить крипов. У него есть возможность с доминировать линию с каким-то плюс одним станом, либо если противника слабый саппорт. Если у вас слабая линия, ты можешь взять вот тут крипов, за мышку видите, вот тут крипов, провести их через спот, через речку, вот сюда, и запулить их сюда. Если ты хочешь сломать линию, ты можешь их первой пачке пропустить, на второй выйти сюда, Поводить вот так вот крипов Потом нажать сватчбакл и сделать тп У тебя огромное количество возможностей И ты можешь забираться как в кора, так и в саппорта В кора это когда ты берешь диффуза, мэлэшторм, аганим, башеры и бегаешь, убиваешь А в такого полу саппорта, который просто полезен Это грифсы На старте всегда покупаешь дживелин, это вообще must have Боттл, арканы, дживелин, мека После мекки делаешь грифсы И после грифсов, знаете, юл, пайп, кримсон Просто в жир такой идешь У тебя огромное количество возможностей на нем Следи по линии, то есть ты приходишь на линию Должь посмотреть, кто за тебя будет, кто против Пока что вижу аппарата, который на линии вообще неприятен Но его обыграть реально с каким-то нормальным станчиком со мной То есть если за меня еще будет играть какой-то Ну какие герои составным за меня могут быть Так, посмотреть Какие мне больше нравятся саппорты, которым помочь Раста, если за меня будет четверка, мне понравится очень Скаймак мне понравится, потому что он харассит И все время доводит до лоха пэ и мне позволяет добить Кто? Леон нормальная четверка может быть в этой игре Гримстрок вполне неплохо с пангалером смотрится на линии Но именно гримстроку будет сложно Мне это нормально, а вот ему будет сложнее С спиритом можно этого аппарата просто в ноль убивать Магнус, ну это такой спорный стан Но учитывая, что если мы возьмем какого-то милишника Будет круто У нас будет получать удачу против минера Ну вот, на самом деле, видите, какие-то гадости люди до друга пишут Мне тоже писали, типа ты там пассивный-агрессивный Да нет, я не пассивный-агрессивный Просто когда мне человек говорит, что там Зачем ты пришел гангать Я прихожу и делаю тп, потому что он тратит кнопку Ну смысл мне что-то там разговаривать И я просто говорю, нет Пошел нафиг Зачем мне как-то говорить ему Я вот сейчас, например, мог бы сказать, типа, что Ну да, он что срется и пишет гадости в чат Но вы опять мне скажете, что это какая-то пассивная агрессия Так, что по пику? Пангальяр по титровке с трудом играется Придется покупать грифцы 100% Так как сбрасывать себя придется Как чины, так сайленс, так и сайленс, так еще и аппараты стан Стан ДК не сбросить Магнус саппорт с трудом можно будет убивать аппараты на линии Если такому он будет ошибаться Но в целом мне наш пик нравится Учитывая, что у нас есть шторм Которого там ловить, если он купить БКБ вообще нечем Там по сути и станов БКБ Там нет станов БКБ, да, что я говорю До БКБ, да, там сайленс, там чайны Там сайленс, там стан, там стан в стан В общем, тяжеловато будет на старте шторму Так, вообще, в идеале нам получить сразу же вард И с помощью швешбакла побежать его поставить Поскольку нам его не дали Ну, это не особо важно Предсказываю победу, потому что игра будет слишком легкая И, ну, я не пособираюсь пока как-то их там успокаивать Когда только я пойму, что уже пора с ними общаться Я начну Так, сборочка моей в доте пока что нет Но я думаю, можно вполне пользоваться сборочкой дота плюс Что я люблю на старте Я люблю на линии покупать сначала топор Дабы просто было проще харасить крипов и ласхитить Я ставлю в квикбай боттл и дживелинку Почему так? Если у тебя на линии фрифарм, ты покупаешь дживелинку Если у тебя на линии все плохо, ты покупаешь боттл, потом дживелинку Если у тебя на линии вообще все очень плохо Ты можешь взять боттл, потом сапог, потом только дживелинку Я люблю покупать жиринку до сапога, прям сразу же У меня хватает регена, такой закуп он почти всегда не меняется Учился играть в такой игре, как Йонт Он мне в свое время, мы так сидели, рассказывали Он мне рассказывал, точнее, как играть Могу ли я позвать съемку со мной и подраться за руну? Ну, наверное, не особо, учитывая, что это аппарат Can you please stop trash talk? This doesn't matter already We get a hero, so we need to play around it Man, nobody care about pick right now, because we already pick a hero We pick a hero already, so just play You change nothing if you will cry Надо немножко подраться, потому что у меня есть манга Но в целом мне неприятно Не смог забрать, но я так побью хотя бы немного Потому что на мне empower, под empower можно не надо побить Урончика мало, конечно, но все же Аппарат не надо побить Хотя, если бы у него был бы первый скилл Мы бы убивали бы его Хотя, если аппарат пойдет на линию, то мы убьем его Я сейчас с помощью лишь бакл его заблочу Вот так вот Дэм Дэм Не, не убью Я могу бежать под башню, но это слишком много ресурсов потратить Пусть стоит лучше на ЛУХП, а фласки у него не было Я могу просто фрифармить на этой линии Основная задача на пангалерии Как можно больше XP получать на линии Иногда вам будет трудно, вас будут пытаться убивать Но XP по сути это то, что выиграет вам линию Я вижу ТП ДК Перегу грипов через эту линию А, дровка решил свапнуться Странное решение Ну, типа, мне-то не сложно стоять на против ДК Как топор купить Бля, я думаю, хватит урона без топора Бывает Красиво выглядел на самом деле Подбивать его, подбивать Потому что на старте он не такой сильный Вы мне крепы не добиваете, господи Что-то знает Без топора, конечно, на пангале Делать на линии нечего Не, на самом деле Он ее быстропоратышка великолепная Ей просто нужно уметь пользоваться Ну, доедай, да Своими дынаями Так, я вижу двух героев Парат сходил на базу, перегонялся Подулчил Нормально, не устраивает Ну, тоже магнус стоит кидает на пауэрике Это приятно Но мне больше нравится Третий скилл на первом навале Или первый Чтобы либо харасить противников Ну, так Пауэр не так плохо Это правда Давай Подобили Сталик, правда, знать не успею Самое сложное, что нужно научиться делать на лайне Это Пользоваться первым скиллом Как им пользоваться У меня есть гайд на пангалера Он сейчас уже Менее актуален Потому что Ну, мета меняет И все такое Но в любом случае Играть на том гайде можно И, ну Если вы не умеете сжать кнопки Там Йонт хорошо все рассказывает Как делать В этом дискорде Можете погуглить Йонт пангалера Вам покажут мой видос Одним из первых А либо я просто ссылочку оставлю Все, сейчас мы, получается Оформим линию С каждой секундой Вы становимся мощнее Обязательно было забирать дальника Вообще, дальники На них всегда старайтесь Стратить свой первый скил Как вы можете заметить У меня уже кончилась мана У меня есть манга Которая будет регенеть Я не тороплюсь юзать манга Почему? Потому что мне В тысячу раз важнее Купить быстрый дживелин А не ботом Ну, то есть Я не парюсь просто Насчет маны Мне вот капает Капает Семочка в команде Меня все устраивает Главное Я не уверен Насчет фаст дживелина В этой игре Но пока что Мне он нравится Почему дживелин? Потому что дживелин Работает на первый скил Кто-нибудь в курсе Фаст дживелин Лайн может так сильно Сдоминировать Что противник вообще Стать не сможет Правда, начинает Подушивать меня Дальника Переагрой немножко Мне прям Они прям хотят Чтобы Собственно Рейдился По хп Нормально Дальник и знайл Это норм Правда, и так себе Подбиваю Дикей Ну просто Немножко подкачиваюсь На линии Меня все устраивает Большая пачка Крипов В идеале было Конечно подожать Пока первый скилл катится Но Как есть, так есть А вообще Есть руна Осталась Руна осталась Фарм Фарм Крепс А нет ботал Я зму ботал Почему? Потому что Так вот Раз Два Все Отлично Попью Я не хотел покупать ботал Но когда я увидел Что руна Я понимал, что она там лежит Но типа я думала Ли забрали А теперь можно Мне нравится У меня полнофрим Такое редко бывает Что ты на панга Фрифармил Хотелось бы игру посложнее Но, увы Ее не оказалось Страшно Вообще У него будет Насчет раскачки Многие берут Второй скилл Хотя бы в однерку Я считаю Что убрать Мало смысла Потому что пока что Бан на старте Не особо хватает Ну в плане На фул прокаст И особо не хочется Просто так езжать Аппарат максит Свои Ну Пока что в однерку Но вообще Дальность атаки аппарата Это просто жесть Пока жирно В общем Противно Трудно пока что Вы как видели Больновато ему было Мне тоже больно Насчетал все время Наши убивать крипов Все больновато Блин, он хорошо все сделал На Магнусе Просто у меня первый скилл Когда я Могу все равно убить Все пойдет дальше Найс Убил Урон огромный Особенно от Магнуса Просто по кайфу За пулей там Совершенно плохо Ты за мной побегай Ты еще крипов не добивай Да, будешь за мной бегать Ладно Нужно роны забрать Агрег крипов Погреть на этих Спасибо Чтобы дурно забирать За руны сюда варитесь Если у вас есть боттл Еще мастхэв Я еще пойду за руну Я понимаю Смотри, хочу давить Солуха И крипа Ну крипа немножко не добил Опять мешки немножко не попал Ничего страшного Задачку даст Задачку не даст Отпился Чувствую ничек быстро Сори за неидеальный геймплей Просто я не задрот пангалера Мне просто он нравится И геймплей на нем И я давно на нем не играл Плюс вообще как-то Я себя не очень хорошо чувствую Ну это уже отмазки идущие Поэтому Майбэн Хорошо, что я багнус ставил На самом деле Дальненько добил Прохарасил Так А что Лиманга просто хьюзит? Наверное нет У меня штана нет Поэтому что они делают Чем они это делают В общем Жаль, шкура, занята Пас Живелин Который приехал бы на линию Было больше сильным Не стоит просто Тратить Свежбакл Потому что скилл Который реально Нужно грамотно использовать Один раз обосрали С ним все Вы сдохнете Как он КД лучше Криво не подходи Чем они это делают Пару стоит Нормально Если вы получаете Главное это экспонат Англии, ребят Экспай Это единственное За что стоит Прямо Умирать Магнус шел Чем я просто бьет На линию Еще под дровкой бьет Что-то тоже неприятно Знаешь, что Живелинка приедет Мы с ними иначе поговорим Так вот делаю пока что Пока Живелинка не приедет Ну, не в инвентаре Лучше не стоит Ну, то, что он сделал ТП Под такую пачку крипов Это очень плохо Добавил целый куфу получить Больно будет Подгушка Ну, я не буду говорить Что он, типа, дурачок Что ТП так нажал Именно под пачку крипов Видимо, рассчитывал Что меня давить будут Но он мог сделать ТП По кодам я давить будут А не до Задует меня убед, что ли Кто-то спят отца от задовки Ну, была же манна, да? Манна была Узря он-то подзял На самом деле Вот, 100% зря Кто-то велинка Кто-то хочет меня Кто-то хочет меня Я не задул 9 секунд Манна на задовку Пока что нет Ну, на самом деле, блин Он зря сделал ТП Но, при этом Он, ну, противники Почему-то решили напасть И напилить просто к меня Это норму Так, насчет дальше сборки Немножко я не докликал Очень страшно Так, идем Успеет выйти? Не успеет Успеет варту аппарата Ну, мы хотя бы об этом знаем Он прям показывает Говорит, смотрите у меня тут вард Я буду ночью бить вас кнопками Спасибо, он уже Троих идут таки Е-мое Сейчас будет что-то лево Кстати Даю удар Потом просто так Пробегаюсь Ну, да, насчет ульты Ульты уже стараться Реализовать от Дискайграун Вот, нашли любую Вместо пошла Отолкнуться И в нее отталкиваться Просто так Круг вы сделал Практически Никогда не успеваете Сейчас выйду Где удар Потом же Продлю это все Ну, он убил Ничего страшного Старайтесь Акцентируйте внимание На то Где есть всякие Вот эти штуки Типа Преграды Хайграун Обо что можно удариться Даже, ну, как мне говорил Йон Должен включаться Сразу же чувство Типа, вот Обо что оттолкнуться Если вот такого нет Скорее всего Вы просто мало играли На пангалере На пангалере Да На пангалере У меня такое есть Я тоже это Со временем выработал В первое время Мне казалось Блин, как можно вообще думать Хотя примерно О этих Как вообще можно искать Эти темы Никогда не понимал Сейчас более-менее Приходит с головы Само Сначала делаю арканы Заблочил магний Ну, ничего страшного Сейчас я возьму арканчики Как мне так сделать А чисто прохарасить его Потому что Ну, сейчас очень приятно Живери на брат На него ходит Конечно, я пассивка макшена Мы не убьем Ну, это было плохо Убежишь хотя бы Арканчики Куфлет Видите, я говорю Попасть вообще Это весьма сложно Эти кнопки Тут еще реально Может быть, плохо сейчас Я вполне Потому что Это плохо Он должен выживать Тут по сути Нормально Мне прикольно Очень терм Термрейд Мимо Аппарат он убил Я тут выживу Главное правило, ребят Когда вы летите в кусты Из кустов Начинаете попадать Свежбаклом Вас будет видно Об этом помните Если вы хотите спрятаться Свежбакл Воспользуйте вперед А не В противника Саппорт у нас нет Поэтому я книжечку Наверное, должен купить В этой игре Чтобы саппорт Я книжечку бы не покупал Это понятно Так, ну там много сайленцев На самом деле Поэтому я, скорее всего Вкажем такую Более защитную пангалера То есть Сейчас я У меня будет одна джевелинка Просто на слоты И с этой джевелинкой По сути я Выхожу сразу же в грисы Чтобы сбрасывайся Всякое дерьмо И после грифсов Наверное Еще Ну какой-то Аганимчик или нет Что тут нужно Против теки Можно пайп купить Опять они друг друга Срут Зачем-то Непонятно Кстати Митембр так себе Постоял Так посмотреть Вижу аппарата Сейчас он Пойдет сюда Дальше Я увижу его Убью Да Так что Когда это Магическое Невзивное Семь Я не в курсе Еду Еду Соседнее Село На дискотеку Нормально Доманы Штормик Не Я только Зачем Шторм В топ Топ Нажал У него В миде Был фарм Ну ладно Вот Клечит Пофармлив Блин Текис Гуд лайк Тофлайн Текис Или саппорт 11 уровень На 11 минуте Как это так Он молодец Какие шансы Убить Вообще Есть У нас Меджелин Чаще пропал Точно Бил Плохо Шторм летает Он Я решил Ставить Шторма Ну и даже Лучше Потому что Я более Такой Саппортящий В этой игре Буду Работящий Саппортящий Работящий Катя Слово Раб Скорее Слово Раб Как он Это Делать Там Просто Минами Составляет И так Убивает И сюда То Это Круто От него Получается Именно Просто Пуша Башню И Опять же На Трагляре Держите Семь Тп Наготовить Вот Такая Тема Есть Можно Фармить Талантов Если Уверен Что По Тягоне Берите Дальность Фишбаклов Если Нет Берите Ману Еще Есть Поэтому Я Хочу Бо Чит На Немки Ману Ну Я Потратил Надежда То Что Потребется И я Добьет Ну Так Нормально Потратил Чтобы Зафармить Я В этой Игре Возможно Наверное Ману Хотя Насколько Играет Через Грифсы Ману Не понадобится Я Возможно Дальность Бакл Если Выграть Через Грифсы То Понятно Ману Хватает Ее Брать Не Обязательно Так Ну Вот У меня Появился Уже По Сути Десятый Левел С Нем Можно Гангать Кого То Ман Есть А Шторма Шторма Давай Убьем Не Не Видно Было Далеко Далеко Летишь Нужно Внимательно Куда Летишь Но Что Шторма Взял Баклер Взял Варить ТП Курю 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 Так Снова Не Говорил Фармить Чудесным Образом Сразу Одну Секунду Одним Слежбак Красненький Морик Медим Могу Могу Сделать ТП Хотел Помочь Там Но Итоги Не Попал Соб Снерегин Дел Или Нет Ну Я Сделал Это Помочь В итоге Не Соб Ты Помог Правде Говоря Кто Крипов Суворовал Не Знаю Правильно Ле Это Или Нет Переложу Ботл Потому Что Весьма Хорошая Этого Курица Все У меня Почти Есть Мека Мека Весьма Приятно А Это Так Дает И Стоты И Армор Сам Мк Дека Но Правде Говоря Это Все Мало Продуктивно Понимаете Прекрасно Почему Потому Герой Защищается От физического Дэмэджа А Мк Наносит Только Физический Дэмэдж Приятно Фармить В Дэм Пауэром Да Понятно Что Если Укор У вас На линии Желательно Оставляйте Макрипов Потому Что Вы Более Так Сопортящий Ну В этой Гре Именно Сопортящий Так Он Хас Подвоим Свежбаклов И После Набрать Все Больно Красиво Мяку Купили И Теперь Наверное Гриф Надо Думать Либо Гриф Сы Мы Делаем Либо Мы Делаем Как Называется Либо Гриф Сы Либо Пайп Потому Что Мек Уже Есть Я Не Знаю Я Раздел Пайп Сначала Так Я Там Просто Хорошо Добьет Маль Там Морчик Дал Крипам Ищем Кому Загонгать Это Сложно Убить Надо Просто Руна Забрать Поставь Руна У меня Ботал Стакнули Офармили Ну я же Написал Что Меня Ботал Почему Все Сказал Может Не Русский Конечно Понимаю Понимаю Как Говорит Так А пока Есть Мека Я Должен С Командой Поиграть Мека Дает Очень Много Мека На ранней Стаде Всегда Хорошо Насчет Меки Против Парата Многие Думаю Что Не нужна Вы Просто Жмите Раньше Чем Он Ультанет Либо После Ульты Аппарат Как Правило Не успевает Ну Если Он Убивает За Ульт То Это Там Ничего Не помогло Если бы он Стянул Я Возможно Бульк Нажал Скорее Скорее Мин Есть Стриг Забрали Да Ладно Успел Вернуться Кстати Если бы Несколько Вернуться Скорее Мин Первым Фиде Именно Фиде Хорош И еще Хорошая Довольно Не забывайте Тычковать На этом Герои Потому что Он Верный Он Бежит Вперед И за счет Тычек Еще С Живелинкой Вывез Во много Урона Наносится Потычковый Так как Живелинки Прокуют И дизармы Замедление Хорошо Пошел Я немножко Не доиграл Пробуй Чекну руну Может быть Есть Какая Турна Для Мин Нет Я видел Текеза Я Наверное Уйду Отчего Не хочу Рисковать Ну Это Было Очевидно Я Просто Не Услышал Как Мин Сработало Но Такое Текез Это Травоман Текез Травоман Текез Он вообще Играет На нем Или нет 38 Игр Offlane Я не понимаю Ну Не Вообще Неплохо Получается 53% У нее Игра Вообще Хорошая Дем Пик Такой Ватная Цемка Шторм Который Умирает Без Юла Он По-любому Делать Не будет Конечно Бласт Он Будет Делать Магнус Который Умирает От Мин МК Который Умирает От Мины Только Я Жирный Плюс Статами Но Я думаю Я Укреплюсь Пайпом И будет Проще Ребят Главное Правило Если Вы Хотите Выйти В Ребят 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 Иллюзия Такая Серуна Правда Все Тяжело Грапать В теки Запас Игрисов Я Наверное Куплю Гем Сразу Жен Достай Фремнант Можно Просто Крещаться А не Страшно Главное Теки Не Берем Умир Не Я Пока У меня ТП КД Я Не хочу Бежать Команде Пешком Грязно Профитнее Фармить Гриф Так Агресси Позволяет Нажать И Дать Союзников ХП Не Тратя Свою Ману Вот Прикольный Талант Второй Скилл КД Что Две Секунды В момент Когда Вы Находитесь В Дальше 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 Должен Рашить Себе Гем Подозреваем Без Гем Не Уверен Фармин Вкусно Красиво Просломал Мой Вард И мой Союзник Но Все Требе Даже Требе 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 Да Прикольно Что я могу сбрасывать С себя Всякое Говно Я вроде Убивал Пахно Сбросил Была бы Кстати Палка Сначала Думаю Убивали Потрасил Корм Я и умер Но это было очевидно Но хотя бы Гем Есть И хотя бы Зарвал он Только Меня Можно Семки Не аганим Покупать А нормальный Атем Ман Каню Бай Сентри Обс Каню Майнс Я Офлайнер Но Я Бай Джем Мы Нужно Детекция Семки Ты Нужно Убивай Все Тебе 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 Покупать Тебе Покупать Аганим Не Убивай Тебе Все равно Я пытался Сказать Что Аганим Не Изменит Игру Ладно Я сам Буду Покупать Книжки И сам Буду Саппортом Запомните Правильно Нет Саппорта Берите Книжки И Саппортите Это Все нормально Книжки Окупается Саппорт Но Он Раш Тоганим На пятерке Думаю Что Это Как Ты Изменит Игру Это Неправильно Хватит Теки Загражды Прикольнее Играть Когда Ты Запортишь Тек寶 Все Прикольнее Не Прикольнее Есть Мо Заграждаете гони чек ну что-то набегали я с гемом, с грифсами, мне надо шпяпку пищу, точнее не умер так, угоним, атаким так, вот минка была минку сияли атаким главное не сдохнуть с гемом у меня есть джем, у тебя нужно защитить у меня есть топор, поэтому топором можно более-менее рубить ну ладно убиваю его все равно понимаю не хочу нажимать я не хотел подожмать я хотел подраться может быть башня забрит как у меня микро в этой игре ошибок много именно знаете там это башни и подиная где-то хп не чекнул где-то прыжочек не нажал такие ошибки неприятны талант на двадцатом печи на силу или на урон ну прекрасно понимать да что что изменится в игре урон вот так есть много урона поэтому провели за силу чтобы лишний раз не умереть дальше тем не покупая человеческие шмотки успел зафармить поэтому сок но агримать удачи с крипов овчарок идем на этих крипов как только волки подходят на фарминге сразу два спота такое она из про игроков много кто делает а вот именно из начинающих конголеров мало дочек зафармили и не обязательно грейдить дживеринку не обязательно покупать мостом очень быстро фарминг герой вам не умирать поесть ты умираешь много это скорее в этом тебе проблема вести крипов чтобы не попасть сам делись еще пойдет дальше гений просто топ-1 аниме батл упаде на него батл парня было круто на самом деле выглядело прикольно как мы вернулся блин это реально аниме нужно музыкой за него подставить и сделать монтажик это прям все стоящие аниме чемпирона много так купил стармо брать на золото это интересно интересно нормально увеличила поляру на похилились wait me i have jam i need to get runs теперь уже на самом деле где лейт вот лейте можно купить какой-то мкб шку просто для урона у меня уже хватает статов у меня pipe ой ошибка это ну типа это не так страшно учитывая что все но не спасет меня пайп против мин теки за плане ну если у меня будет минут они все равно убьют интересно это плохо я не ждал что там будет ульт аппарата не потраченный ну а чё поделок и фенот форм джангл и конвен вот и блин мейка сайлос майдзем бетро фиджи сплэйн дон форм джангл у меня винить то что я играю плохо но при этом я понимаю что это плохо но зачем ты винишь меня как сам не доигрывает и фармишь лес на магнусе к этому человеку человеческий штурма одесской суммы красавчик тем противников еще убивают в зеликами быстро зафокусе ли там просто дровка плюс аппарат просто стерла это еще и под дека дровка своим уроном носим и штурм аппарат под ультой безмолвие глушение и глушение которое не задолжить не хочу на этом героя самом деле против дровки вполне прикольно смотрится crimson guard поэтому не буду делать ничего я делаю crimson guard это и мне статы от из dps и союзником с гемм это хорошо кстати мне прослот появится я зря умер на самом деле дурачок я просто думал что с лечу но так еще в арту до постояла не означай до этого товар да не стояла что-то я туплю сори девочка страшно еще к жирной насчет эти пока больших думаешь что пока ваша country пангалера но он после после покраски вас проказать инвалидные инвалидные бои сколько же они плохо выглядят могу вкатиться заранее что мс будет больше уже грейцы союзников жалко могут меры такие на месте раз алдизарм челу мы не хватит на наш втором выжил что выжил это самое главное именно потому что выжил самое важное потому что я был гем не стоит подставляться у меня нет гривцов чтобы снять себе сален и чайные поэтому стоит аккуратно сдали отпушивать линию надо или не мышцы правильно где он пушит что делать правильно донать линию так что-то было реально инвалидные игры вроде оружие неплохой там где 700 до 800 показывал на старте это отвратительная пятерка то 100 пятерка которая любит фармить это прям я могу такое понять когда ты играешь на каком-то пятерке убеждает мультом что-то бывает а если прыгну я могу промазать у меня решился нажать не всем пока пока вы не нажал ведь я жму прогасливал больно очень на плате книжка тихо не работал заблочим упадет сюда я вот так не пройдешь может почему что-то у них есть она она зря блача видимо что-то не знаю страну не раде есть бастон есть мана я подбочил можно убить простатки когда защитных айтемов нет ужасно игра очень плохо все что сейчас происходит я бы как бы покупает чел я делал свою функцию я должен идти вперед кататься убивать но мы не деремся на 5 потому что нас лесники тебе непонятны съемка свинила пятерка господи иисус не вроде книжки если вы не собор у нас пятерка цемка загонима поэтому на книжку мы давайте не намерен забит братик сильный игрок мне хочет 25 приятный талант на кд шарика после кримса на рога не приятно даже без шмоток он просто постоянно джавелинками харасси вообще мерзко очень тяжело против играть стал тут на 25 процентов очень больно так если урон от фэшбак выкруто тоже сыганье должен смотреться но увы нет очень легко убить я должен жир выходишь и воспитывать дамы пока что у нас некому это делать магнус такое вообще непонятно что делает взял магнуса четверку пошел фармить поиск параллелем он прикольно работает если есть наказание за то что человеке на своей роли к примеру ты берешь пятерку и ты не играешь как пятерка ты играешь как четверка из-за этого наказание было бы круто его нет не знаю очень часто как бывает у вас тоже когда вы заходите в игру и теперь это какой-то не знаю кэри вас отберет чел саппорта и тренд астопором и говорит я буду тебя поддерживать таксель помогать и крипов давать на паром и прям такой но похоже это уверен каждого у каждого было стоит 15 секунд не могу проспадать ведь ничего не стоит колечко что не покупается кем он забыть не крик сам ты хорош в руки прям помогает на ура один хоть этого против дроги в целом на форму можно за один первый скил убивать пачку если мол я хотя бы два раза прокнут ну не хотя бы там первый и последний удар вот сушь бакла играешь жевелинкой так делать сложнее так не получается нужно купить колечко гард как сделаю сойдет и кто-то как жалко вот по дровке не бьет я жирный очень ведь у меня бьет мой веритами очень жирный сколько много я питал благодаря именно вот этой сборке через жир если я был бы думаю не жирным я плевать умирал бы так красота вышла из палки очень крутая сбор тебя просто не пробить еще примсон был бы вообще перфект блять я не видел мину извиняюсь за мать пожалуйста палку нажал гем не гемби нашим число на хг таблички не было он не минировал нормально есть пайп это нормально пайп заранее скрою все чем можно нажать свою сбоку после этого покатиться как то есть много это камня очень маленькая закатки в смысле маленькая несколько закатиться там ну просто так закатиться чтобы забрать кримса и выкатиться зоне просто просто жира смотрите я иду под башню они вообще не косает максимально команде помогает максимально команде помогает команда кремса нравится когда дрога будет командов скусить когда маленький говорил не успею у меня просто с аурами рядом буду стоять помогать им пытаться умерли помог аурами бог поможет приговориться так не гем есть могу пробовать на самом деле бросился говно нажать перески и пробовать сделать это немножко не вышло самом деле не знаю мог ли я куда-то лучше сделать далеко сдавили челы должны были просто бить вы должны просто бить базу вы не должны влетать а я стою развлекаю у меня очень много жира вам не надо бежать в них кем не нашли клубы курицы украсть старайтесь просто бить база не надо никуда давить парня когда вы выиграете нормально мой герой так себя бьет у меня 139 урон убьет но так себя я пытаюсь развлекать бегать ауры давать пчелы не должны бежать еще где-то сдох цемка под т3 что он тут странно по т3 по т3 вы курицы украсть им классно курицы виду на самом деле с точки зрения рума я уверена шторме не так плохо играешь как мог бы хотя он похоже на кнопки над видно что просто игрок не очень такое больше 30 на бегу 33 процента винрейта серьезно а ты не верил можно такое бы сделать подводите курицу к лавке нажимаете выложить шмотки и она оказывается короче у вас на базе такой вот обузик 33 процента или парня на то говоришь команду него в общем про его ничего не говорил на сам факт насчет курицы не понесите через чужелец например барда есть тут уже можно вести на базе тэм хорошо ошибся от на парня саппорт казахстана как сказать извините мы здесь они сдохнет хотя бы случая где мы можем горошана горошана помочь помочь надо помочь надо помочь видите просто куча ур нажал и сам за это может выжить по сути все эти ауры которые нажимаете meka pipe crimson очень сильно замедляет на запах и два пайпа кстати вот он бед не так здоровье он ребят показал на пангалера сборка сама дефолт на именно такая знает и на тор stencil trabalho то pyramid zie whoever через дивусом basher и мкб поиграть тоже приятно ну и можно что равно ну давайте ставьте лайки у вас с меня контент удачи парни всем уезжает искать улетают за не косает меня прикольная тема то что надо с этом ловле ты можешь отчисток крипов нажимать 3 скилл и делал кп и пока придет на снег стачки коксать скил откатиться я в чем смотреть это я питал на самом деле потому что все но люди просто показывать саду до и стату после начала было то лучший наверное я ну понятно что не очень сильно помог артур пирожков но я хорошо тут играл гораздо сильнее чем ноги хотя человек говорит прессинг такое чтобы прям кайфовать это урон 28000 топ-2 контроля там не написано сколько я сделал во стройкам топ-2 полученный рон топ-1 как и должен быть все резонта смерти и много на самом деле учитывая что этом неприятные моменты были не умирал но целся неплохо думаю коммент заслуживать только магнус а эти двое спорные шторм более-менее но он врет сказал сказав что нет игра на шторме такая типа что редко бывает пошли у него 6 игр 30 центра это такое обманщик семка просто играла как четверка даже как тройка при даже не 0 процентов на рейт но он берет и подруинивает ладно ребят пойду запишу еще кого нибудь говорю не горите что рейтинг пока такой он скоро будет 456 тысяч потому что это каунт лапается потом его среди вас разыграю на среди вас давайте ребят удачи всем пока